Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Скучаете? Я тоже скучаю. Хочу я сегодня вам прочитать старую сказку, написанную Андерсеном. Вы знаете этого сказочника, писателя. Может быть, кто-то из вас эту сказку уже знает, особенно старшие ребята. Называется она «Новое платье короля». Лишний раз, даже для тех, кто знает, прочитать эту сказку надо. Почему, поймете в конце. Одеваю очки и читаю. На каждый час дня у него было особое платье. И, как про других королей говорят, король в совете. Так про него говорили король в гардеробной. В столице этого короля жилось очень весело. Почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут соткать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенной красоты рисунка и расцветки, она отличается еще одним удивительным свойством – становиться невидимой для всякого человека, который сидит не на своем месте или непроходимо глуп. Да, вот это будет платье, подумал король. Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте, и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее соткут для меня такую ткань. И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело. Задаток – деньги. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота. Все это клали себе в карман и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи. Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело, думал король. Но тут он вспомнил о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой. А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего. Пошлю-ка я к ним своего честного старого министра, подумал король. Уж он-то рассмотрит ткань, он умен, и как никто другой подходит к своей должности. И вот старик-министр вошел в зал, где за пустыми станками сидели обманщики. — Господи, помилуй, — подумал министр тараща глаза, — да ведь я ничего не вижу. Только он не сказал этого вслух. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравится ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как не пялил глаза, все-таки ничего не видеть, да и видеть было нечего. — Ах ты, Господи, — думал он, — неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал. — Спаси, Господи, кто-нибудь узнает. — А может, я не гожусь для своей должности? — Нет, нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани. — Что же вы ничего не скажете нам? — спросил один из ткачей. — О, это примило, — ответил старик министр, глядя сквозь очки. — Какой узор, какая краска, какие краски. Да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа. Рады стараться, — сказали обманщики, и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал. Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткуют. Потом король послал к ткачам другого достойного сановника, и повторилось все то же самое. Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец, и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целой свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два уже видевшие ткань, явился король и хитрым обманщикам, хитрым обманщикам, ткавшим, не покладая рук, на пустых станках. О, чудесно, превосходно, чудесно, не правда ли, вскричали уже побывавшие здесь сановники. Не угодно ли полюбоваться? Ай, какой рисунок, какие краски! И они тыкали пальцами в пространство и воображая, что все остальные видят ткань. Ну, сановники, это приближенные, слуги короля. Что за ерунда, подумал король. Хм, я ничего не вижу, ведь это ужасно. Глуп я, что ли? Или не гожусь в короле? Это было бы хуже всего. О, да, очень мило, сказал в конце концов король. Вполне заслуживает моего одобрения. И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не хотел признаться, что ничего не видит. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей. Всем было ясно, что они очень старались кончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроют ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток. Наконец они объявили. Готово! Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая. Вот, вот панталоны, вот камзон, вот камфтан. Чудесный наряд, легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле. Но в этом-то вся и прелесть. Да-да, говорили придворные, хотя они ничего не видели, но ведь и видеть-то было нечего. А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом, сказали королю обманщики. Мы оденем вас. Король разделся до гола, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды. И, наконец, прикрепляют что-то на плечах и талии. Это они надевали на него королевскую мантию. А король поворачивался перед зеркалом во все стороны. Боже, как идет, как чудесно сидит, шептали в свите. Какой узор, какие краски, роскошное платье. Балдахин ждет, доложил обер-церемонемейстер. Я готов, сказал король. Хорошо ли сидит платье? И он еще раз повернулся перед зеркалом, ведь надо было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели и виду подать, что ничего не видят. И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, толпившиеся, чтобы на него посмотреть, говорили, «Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!» Ни единый человек не сказал, что ничего не видит. Никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов. «Да ведь король-то голый!» – закричал вдруг какой-то маленький мальчик. «Послушайте-ка!» – говорит невинный младенец. «А что он говорит?» – сказал его отец. И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он голый!» – закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы, но надо же было быстро довести церемонию до конца. «И он выступал под своим балдахином еще величавее, а коммергеры шли за ним, поддержанная мантию, которой не было». О, какая веселая сказка! Надо сказать, что в старой-старой древней средневековой Голландии жил такой легендарный разбойник, освободитель бедных и несчастных крестьян Тиль Улиншпидель. И однажды один знатный вельможа заказал ему нарисовать картину в окружении своих придворных. А надо сказать, что придворные все были страшнее, страшнее, страшнее один другого. То есть неказистые, непривлекательные. И они пригрозили Тиль Улиншпиделю, что если ты нас нарисуешь такими неприглядными уродами, то мы тебя четвертуем, то есть казним. Что было делать бедному Тиль Улиншпиделю? Он положил перед собой лист бумаги и стал рисовать. Но как? Он просто сидел и внимательно смотрел на этот чистый-чистый лист бумаги. Приходили придворные и говорили, как? Но ведь тут же ничего не видно. О, неужели вы так глупы, что не видите, как вы прекрасны? Ха, придворным это понравилось. Они доложили своему вельможе, своему господину. Господин вернулся и тоже ахнул, увидев этот белый лист бумаги. Да как же, ваше величество, можно так сказать, сказал Тиль Улиншпидель. Вы же здесь в самом центре, в самой великолепной. Вот так вот. А графский шут, которому дозволено говорить все, что угодно, в глаза вельможа, так и сказал. Хе, глупые придворные, да ведь тут же чистый лист бумаги и ничего не видно. Когда говорят дураки, умным лучше всего скрыться. Вот мораль этой сказки. Сказка ложь, да в ней намек. Умейте разбирать, где глупость, а где разум. Веселая сказка. Не забывайте, открывайте Андерсена и читайте. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok